Моя мечта — изменить систему образования в России. В прошлом я училась в русской школе. Там особое внимание определяется академическим знанием, математикой и естественным наукой. В результате с раннего возраста я получила прочный фундамент для опознания окружающего мира. Нам для развития мозга задавали учить большие стихотворения наизусть. Эти упражнения и подготовительные задания с младших классов меня научили самостоятельно выполнять домашние задания. Кроме громадного количества работы, это было хорошо. Но был и большой недостаток такого обучения. Меня не учили самостоятельно мыслить, не поощряли иметь собственное мнение. Учителя не были особенно заинтересованы моей собственной личностью. Им было важней, чтобы я успешно была в их предметах. Даже в частных школах на ученика мало обращают внимания. Важнее, что хорошие залы и красивые здания. Помогать слабым ученикам – это не обязанность. По мнению многих, родители виноваты за недостатки ребенка. Четыре года тому назад, когда я приехала обратно в Англию, я увидела, какая огромная разница между двумя школьными системами. Я сразу почувствовала, что люди заинтересованы во мне не за моих успехов или достижений, а за моей личностью. Я увидела, что в школе не только академика важна, но и спорт. И у меня остается время заниматься и пением, танцами, изобразительными искусствами, и я тоже успеваю качественно провести время с равновесниками. Я мечтаю объединить русский подход к академике с английским поощрением развития индивидуальности в человеке. Это моя мечта. Я хочу когда-то вернуться в Россию и начать небольшую частную школу. В моей школе всем будет понятно, что ученики более важны, чем здания. Что здесь я развиваю будущее гражданинов, которые гордятся и школой, и страной, которые хотят добиться многих успехов в жизни. Я бы ввела в школьную систему спорт и показала бы, что выигрыш – это не единственная цель участвия, и что спорт должен быть всем доступен. Я стремлюсь научить русских детей, что помогать слабым – это не недостаток, а качество. Мне бы хотелось с разных школами устраивать спортивные турниры, которые поощрят чувство команды в моей школе. Я бы хотела дать ученикам понятие о других культурах и пригласила бы для этого иностранных учителей на некоторое время к нам в школу. Но тоже несколько уроков были бы в контексте России. То есть мы бы готовили учеников к жизни в России и показали бы разные способы, как преодолевать конкретные трудности, связанные со страной. Мне очень хотелось бы распространить мой подход к учебе, чтобы больше школ стали принимать новые принципы для развития учеников. Я искренне верю, что у русских есть все, что нужно, чтобы моя мечта превратилась в реальность. В истории человечества русская музыка, литература, искусство и так далее произвели большое влияние и впечатление на остальной мир. Я считаю, что настало время избавиться от ржавых цепей коммунизма и чтобы каждый человек нашел для себя возможность обрести новые мысли о свободе и индивидуальности, чтобы стать достойными людьми своей страны и своего народа. Это, конечно, начинается в школе. И это моя мечта. Здравствуйте. Мои первые слова были « бан» и мою вторую « daddy». Мои роды были все вместе счастливы. Но если они rêвали я быть большим математистом, они были уехали. В результате, когда кто-то спросил, « Ты чувствуешь более английский или английский?» Я заявил, что 100% английский и 100% английский, конечно. Я не знаю, что я верю. В 11 лет я попросил, я еду в школе в школе в школе в школе в школе и в школе в школе, потому что я делал больше всего 15 часов, и я участвовала с 2 фишки. Я не говорю, что я верю. Проблемо не. Но в целом, мой мечтал был уехал от из-за стратегии. Я изменился. И я решила, что я была Бритни Спиаз. Это может быть выражен, но я вам покажу почему. Бритни? Продолжение следует... 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 Спасибо. Also, das letzte Mal habe ich Ihnen erzählt, oder das letzte Mal habe ich eine Rede gehalten über, wie wichtig Träumen ist im Leben. Und heute möchte ich Ihnen erzählen, wie man diesen Traum in Erfüllung setzen kann. Ich habe hier ein Buch. Das habe ich vor zwei Jahren gelesen. Und bei mir zu Hause wird es so wie eine Bibel gesehen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Also, das Buch wurde von dieser Frau geschrieben. Genau. Sie hat auch andere Bücher geschrieben, wie Secret, The Magic, The Power, und es gibt auch einen Film dazu. Es geht alles um den gleichen Prinzip, was eigentlich eine wichtige Regel ist, oder in diesem Fall das Geheimnis des Universums. Also, was ist das genau? Es geht, man kann es vereinfachen. In Zusammenfassung geht es um drei Worte. Gedanken werden wahr. Es funktioniert alles mit dem Gesetz der Anziehung. Jetzt wird es ein bisschen unheilig. Also, unsere Gedanken haben eine Frequenzwelle. Und jeder Gedanke sendet eine Frequenz aus. Jetzt funktioniert es so wie ein Magnet. Wenn man positive Gedanken denkt, dann sendet man natürlich positive Frequenzen aus. Wenn man eher negative Gedanken hat, dann eher negative. Das ist wirklich etwas ganz Wichtiges. Sie haben bewiesen, dass ein positiver Gedanken hundertmal kraftvoller ist als ein negativer. Sie selbst sind das Meisterwerk ihres Lebens. So kann man Träume erfüllen. Wenn Ihnen das alles zu viel ist, überlegen Sie es so. Wenn jemand ein positiver Gedanken hat und dann ist er bestimmt glücklich und hat Glück und Freude am Leben. Und wenn ein anderer Mensch das sieht, dann bewundert man das und will das eigentlich unterstützen. Und so bekommt man diese positiven Sachen zurück ins Leben. Weise Menschen haben das Geheimnis schon immer genutzt. Wie zum Beispiel Shakespeare, Newton, Beethoven, Lincoln und sogar der liebe Einstein. Ja, die haben eben das Geheimnis schon länger gekannt. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann gibt es noch Will Smith. Er hat schon in mehreren Interviews über das Gesetz der Anziehung geredet. Und er sagt immer, wer wir sind, nein, wir sind, wer wir sein wollen. Das ist Herr Heo. Sieht ein bisschen grau aus, aber wenigstens nicht blau. Und das hier habe ich von einer Webseite, wo Menschen, die das Buch hier gelesen haben, ihre Geschichte schreiben können. Und das ist die Geschichte von Herr Heron. Er hatte leider schon länger Probleme mit Drogen. Und er hat fast die Kontrolle über sein Leben ganz verloren. Und war fast auf den Straßen. Zum Glück hat er das Geheimnis erfahren. Und jetzt lebt Herr Heron ganz gemütlich mit seiner Familie. Er genießt jeden Tag und hat auch ganz weite Fortschritte in seinen Beruf gemacht. Vielleicht werden Sie mal auch andere lesen, andere Geschichten lesen oder vielleicht sogar eine schreiben. Das Wichtige ist, dass Sie einen Traum haben. Und so kann man einen Anfang machen, diesen Traum die Realität zu machen. Und wenn das Ihnen noch ein bisschen zu schwierig ist, dann ist es wichtig, dass man jeden Tag besser lebt als den vorigen. Und so fängt man an, die Welt viel schöner für uns und eigentlich für alle machen. Und so, ja. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.